Ещё вода не идёт, куда ты плывёшь? Это привычка у тебя, да? Ух! Покемон, ай, молодец, покемон! Мишань, плыви! Вот, Софи, молодец! Так, Юми, дай Софише. Девочки! Кто это такой? Юми, что происходит? Привет, я Энни Мэджик, и кто ещё не знает, мы наконец-то переехали в свой дом. И я, как и обещала, показываю вам нашу обычную жизнь, чем мы занимаемся. И сегодня у нас банный день. Я буду купать всех своих четырёх собак в новой ванне. Тем более, что они уже явно не очень чистые, потому что последний раз мылись в ноябре где-то. Мы пошли готовиться, а ты пока что подписывайся на канал, чтобы не пропускать самые новые видео из нашего нового дома. Кстати, в прошлом видео, где я показывала вторую часть дома, тёмную, была ванная комната. И я сказала, что эта ванная именно личная. Я всегда мечтала о большой ванной комнате, и мечта сбылась. А питомцев я буду мыть вот в этой части дома, потому что теперь у нас есть целое хозяйственное помещение для всяких таких дел. Кстати, ставьте лайк на это видео, если хотите... Если хотите увидеть, как купается наша киска Алиска, потому что она тоже уже довольно грязная, и ей пора помыться. Так что лайк. Кто хочет мыться? Эйван? Миша? Где? Софию, Мичу, хотят больше всех. Эйван и Миша не очень, видимо, хотят мыться. Я, кстати, нарочно не стала переодеваться для видео, чтобы всё было действительно так, как обычно. А сейчас ещё вот эти ушки надену, чтобы волосы мне не мешали. А вы пишите свои комментарии, потому что они попадаются в видео, и голосуйте вопросики, что вам интереснее больше всего. А вы в курсе, что на канале Magic Pets тоже снова новое видео, столько новых роликов? Юми уже поплыла, потому что она чувствует, что вода сейчас начнётся. Юми, ещё вода не идёт, куда ты плывёшь? Это привычка у тебя, да? Короче, саму основную помывку мы будем делать в раковине вот в такой вот, а потом все вместе пойдём купаться именно в большую ванную. Вниз я стелю полотенчика, чтобы собака не скользила. Это очень хороший лайфхак, который я когда-то где-то увидела очень давно, несколько лет назад. И водичка у нас должна быть тёпленькая, то есть комфортная для рук, не горячая и не холодная. Корзиночка, в которой лежат все средства по уходу за питомцами, за животными. Здесь всякие шампуни, всё такое. Губочка вы увидите, для чего пригодится нам. Также здесь есть всё для зубов, для ухода за шерстью, всякие расчёсочки, для ухода за когтями. Я уже снимала много самых разных видео о купании животных своих, так что ссылочки на них я оставлю внизу в описании. Там очень много полезных советов. Сейчас будем мыться, будем мыться, будем мыться. Сначала мы намочимся водичкой. Водный массажик, да? Ну, понятное дело, большую собаку, кстати, вот так вот в раковине не помоешь, её надо в ванну везти. Так вот, как я приучила их мыться? Когда собака вела себя спокойно, нормально, я её хвалила. А как только она начинала нервничать, переживать, трястись или ещё что-то такое делать, я просто это игнорировала, не ругала, ничего, говорила с ней нормальным тоном. Когда собака хорошо себя ведёт, я её хвалю, прям хвалю, хвалю эмоционально, с радостью, можно вкусняшку давать. Тогда собака поймёт, что мыться это очень даже интересно. Но не у всех так бывает. Например, у меня собаки, в принципе, не любят мыться, не любят воду, никто, кроме Софиши. Многие шампуни концентрированы, их нужно разбавлять. Кока, Юмичу, у тебя шерсти? У меня уже они разбавленные, поэтому нужно обязательно читать инструкцию. Это прикольно, именно мыть её пеной, таким образом больше распространится шампунь по телу. Для этого нужна губочка, это очень удобно. Вы постоянно спрашиваете, как часто мыть собаку, но я всё время отвечаю, зависит от загрязнения, потому что у всех собак разный образ жизни. Кто-то целыми днями на диване лежит и не пачкается, кто-то целыми днями по паркам гуляет. Ай, сейчас почешу, вот здесь за ушками. Когда мы жили в городе, я мыла пёсиков примерно один раз в месяц, в две недели, в зависимости от загрязнения, как я сказала. А за городом шерсть очищается более как бы естественным образом и можно просто расчесывать, тем более сейчас зима, снег кругом. Ну а мыть раз в два-три месяца, как я сейчас и делаю. Опять же, уход за шерстью разных пород, он очень сильно отличается, поэтому изучайте информацию именно о своей собаке. Сейчас, кстати, большинство шампуней для животных антислёзки, то есть не так будет щипать и жечь, скорее всего, вообще не будет. Ушки тоже аккуратненько помоем, с ушами тоже аккуратно, чтобы вода особо туда не попадала. Смотрите, ой, кто это такой? Кто это такой? Кто такая летучая мышь, а? Смотрите, какой хвост у покемона палка, какая палка торчит. Ай, я мечу, я не могу. И уши такие у тебя. Сейчас тёпленькой водичкой всё это надо смыть хорошенько. Юмка уже чуть-чуть у нас трясётся. У чихуашек это очень часто такое, они перевозбуждаются, они могут от счастья трястись, от нервов трястись. Не обязательно от холода, потому что здесь тепло и вода тоже тёплая. Эмоциональное перевозбуждение. Смывать нужно тоже очень хорошо, прям до скрипучего, прям вот чтобы идеально смылся шампунь. Шампуни, кондиционеры, короче, всякие средства, они должны быть именно собачьи, ни в коем случае не человеческие, потому что у наших средств, у них другой состав и может случиться какая-нибудь аллергия, начаться проблемы с кожей всякие, короче, что угодно. И сейчас будем использовать кондиционер, у меня тоже он уже разбавленный. Включила вот здесь вот в ванне водичку, чтобы она набиралась. Мы туда пойдём все вместе сейчас купаться. Ну-ка тебе домой и пойдёшь купаться, плавать, да? Да, да, сколько лишней шерсти у покемонов. Это вот был такой первый раз, первый мой опыт мытья собаки в раковине, и я поняла, что это, конечно, более-менее удобнее, чем в ванне, хотя в ванне удобнее мыть именно большое количество всех сразу, но слишком много шерсти. Пойдём, пойдём плавать, пошли. Сколько шерсти от Юмичу здесь, это вообще, вот тут вот всё в шерсти, это всё нужно будет вытирать. Вода стекла, и вот здесь вот сейчас большая часть шерсти, и это до одной только Юми. Короче, мыть, помыть одну собаку, может быть, раз в несколько месяцев здесь нормально, но мыть всех четырёх подряд, ещё кошку, анриэл вообще. Все идём купаться. Так, и Ивасик. В ванной есть вот такая шторочка, а также тут есть свет. В первую очередь мы сполоснём Юмичу. Намочим всех остальных. Многие спросят, не проще ли по очереди мыть, но у меня как бы собаки все примыкли мыться все вместе. Не все любят это делать. Например, если Миша терпится, Афиша более-менее любит воду, то Иван вообще не любит мыться у нас. В некоторых роликах вы могли видеть, как собаки плавают все вместе у меня в ванной, купаются, то есть когда вода постепенно набирается, достаточная, чтобы плыть. Все уже практически помылись, я сейчас смываю остатки шампуня и кондиционера, всю вот эту вот пену хорошенько промываю с пёсиков, с их шёрстки, да, Мишань? Всё, мы все помылись, я сейчас воды наберу в ванную, и мы чуть-чуть поплаваем. Провести сюда воду была целая история. Мы хотели, чтобы у нас вода здесь была как в квартире, поэтому мы решили копать скважину, но это только было начало. Когда копали скважину, выяснилось, что вода, которой именно можно пользоваться, она не так уж и близко к поверхности земли, поэтому копать нужно очень глубоко. Приезжал целый кран, целая машина с вот такими какими-то штуками, они тут бурили эту скважину очень долго. Выяснилось, что эту воду нельзя пить, и вообще как-то она непригодна для использования, поэтому нужно ставить какие-то специальные вот такие огромные штуки, которые будут фильтровать, добавлять какие-то элементы. она еще проходит какую-то обработку и уже доходит в наши трубы. Короче, целая тяжба с этой водой, но в итоге все нормально. У нас горячая вода, которая нагревается специальными котлами, и ты можешь в любой момент ею пользоваться. Мишань, плыви сюда, давай. Вот, молодец, давай, иди сюда, молодец, давай, давай, давай. Как ты на море летом поедешь и будешь плавать, а? Софиш, давай, иди сюда. Ай, молодец, Софиша. Наш старичок Эйвен никак не хочет купаться и плавать. Последнее время Эйвен стал очень ленивый, такой капризненький. Я думаю, это связано с возрастом все-таки. Сейчас мы его высушим хорошенько. Как я всегда говорю, обязательно после ванны собаку нужно сушить. Чтобы вы понимали, насколько у нас тепло, посмотрите, как окна заботели просто от того, что у нас здесь аж как в бане. Софиш, давай, плыви, 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 молодец. Давай, 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 давай. Ай, молодец, Софиша, молодец. Плыви, 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 плыви. Ай, молодец, молодец. Плыви, Юмичок, покемон. Ай, молодец, покемон. Молодец, молодец. Юми, плыви, плыви, ай, молодец, давай Мишань, плыви, плыви, вот молодец, молодец Давай, Софи, ай, Софиша, молодец Обратно, вот Софи, молодец Обратно, обратно, давай, молодец, Софи У нас кончились наши лакомства платином, поэтому я подкармливаю девочек сырком, да? Да, молодцы, красотки Несмотря на их такой потрепанный вид, сам факт, что собака есть лакомства, означает, что она не на стрессе, она не нервничает, она нормально себя чувствует Так, Юми, дай Софише Вот молодцы В воде уже плавает куча шерсти, и камеру мне забрызгали, поэтому надо спускать воду Вся камера в воде Каждое купание, даже если собака не очень любит воду, как и мои собаки, должно все равно как-то хорошо заканчиваться, хорошо идти, то есть их должны поощрять, давать вкусняшки И таким образом они привыкнут к воде, кроме поездок всяких на море и походов на озера и речки плавания, можно сделать во дворе какой-нибудь бассейн такой большой, в котором мы будем купаться Я бы сняла такое видео, как вам такая мысль? Если вам интересно что-то такое, то тоже пишите в комментариях предложения свои, может у вас какие-нибудь прикольные идеи возникнут Софишка тоже очень смешная Ну что, кто мои собаки? Пойдемте сушиться, да? Вся процедура на самом деле длилась вообще не очень долго Сейчас главное девочек очень хорошо просушить, это тоже важно, чтобы собака не простудилась Я их еще не досушила, они уже сказали, все, мама, отвали, мы будем сами сохнуть вот таким вот образом Если вы замечали, что ваша собака вот так вот делает, особенно после купания Ну хватит ругаться, Юми, Юмичу, не трогай Софишу Короче, если вы замечали, что собака вот так вот делает после купания, то, скорее всего, вы не до конца ее высушили и она вытирается таким образом Я сейчас буду их всех досушивать, конечно же Когда договорю, когда вы перестанете спорить, девочки, ну нельзя же так, а? Да, вот все, хватит Вот, видите, София сушится таким образом Это очень странно и смешно выглядит вообще А? Да? Посмотрите на эту милоту Кто это такой? Кто это такой, а? Юми, что происходит? Что происходит? Короче, переходите по ссылке на новые ролики на других каналах и лайки, если хотите Купание, киски, алиски Субтитры сделал DimaTorzok